Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Когда мы с вами вязали пледик и лизион, у нас оказалось, что в местах соединения большое количество хвостиков. Хвостики, конечно, надо убирать, оставлять в таком виде их не стоит. Поэтому самый простой способ убрать хвостики, первое, что мы делаем, завязываем узелки, чтобы у нас нигде не было случайно упущенных ниток. Упущенная петля, считайте распущенное полотно. Есть хвосты. Если у меня вокруг нет красного цвета нигде, я могу убирать шов. Есть шов. Есть уплотнение по черной стороне. Я снизу крючком завожу петлюловитель между петлями красными. Подхожу к красной петле. Могу, в принципе, оба хвостика убрать в одном направлении. Убрали, лишнее отрезали. Отсюда этот хвост уже никуда не денется. Он уже зафиксирован. Когда у меня цветные нити, уплотнения никакого нет. Желтый хвост убираю в желтой протяжке. Есть ряд желтых протяжек. Узелок завязан, никуда не распустится уже полотно. Подцепляю несколько желтых протяжек под основание узелка и затягиваю туда желтый хвостик. Излишки отрезаю. Красный хвост убираю в красную протяжку. Подхожу максимально под узелок. Здесь два хвостика красных. Оба находятся рядом. Оба могу забрать в одном направлении. Отрезаю лишнее. Желтый хвост, затягиваю в желтую протяжку. Белый в белую тянулись в уголки, в вилки. Это самый простой способ убирать хвостики, в том случае, если у нас нет планок. Если у нас есть планка, все хвосты мы убираем внутрь этой самой планки. Как здесь по краю у нас планочка, в которую я могу завести петлю ловитель. И все хвостики, которые у меня находятся рядом с окантовкой, убираются внутрь планки. Там совсем все просто. Красную в красную, белую в белую. С лицевой стороны вообще ничего не видно. Почему мы под цвет убираем хвостики? Чтобы было максимально не видно. Если я буду под красные петли убирать белые хвосты, это будет очень видно. Это будет бросаться в глаза, несмотря на то, что мы используем, убираем все с изнанки. То есть, казалось бы, изнанка, какая разница? Разница есть. И вот белая. Белый хвост остался. Его заправляем в белые петли. Долго ничего не скажешь, но зато очень эффективно. Будете смотреть телевизор, будете читать книжки, будете разговаривать с ребенком и убираете хвостики. Все. Вот на этом месте была масса хвостов. Ничего не осталось. С лица вообще ничего не видно. С изнанки тоже достаточно чисто и аккуратно. Таким образом убираете все хвостики, которые вам мешают. Вот так выглядели хвосты в начале. Вот так выглядит наше полотно после того, как мы убрали хвосты. Если это видео было вам полезно, вам понравился этот способ, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Не обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки и нашу школу машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Красова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...